Город Ленинград оказался в блокаде уже в 8 сентября 1941 года. И советская команда, и советские войска предпринимали неоднократные попытки снять вот это, прорвать вот это кольцо. Вехи военной истории, подробный рассказ о тяжелых днях блокады Ленинграда. Сотрудники Одинцовского историко-краеведческого музея повествуют о подвиге жителей города-героя. Здесь открылась тематическая выставка «900 дней непобежденные». На экспозиции представлены фотографии, репродукции, документы, наградные медали, предметы быта жителей северной столицы того времени. Каждый год мы вспоминаем эти дни, вспоминаем, в том числе, даем дань памяти нашим жителям Одинцова, которые пережили блокаду, будучи детьми. Каждый год мы стараемся либо сделать акцент на военных операциях, которые происходили вокруг Ленинграда, либо, например, как в этом году, сделать акцент на бытовой жизни жителей Ленинграда. С добрыми пожеланиями ветеранам на открытии выставки выступили депутаты от «Единой России». Конечно, даже со временем вам поколения даже трудно представить близко то, что выпало на ваши плечи. Ваша жизнь, она, конечно, заслуживает самого большого, самого глубокого уважения. И вы живые примеры для подрастающего поколения, для всех россиян. И дай Бог вам других лет на здоровье, низкий вам поклон. К торжественному мероприятию подготовились и юнормейцы. Они внесли в зал Знамя Победы и прочитали стихотворение о том страшном времени. Дорогой жизни шли грузовики, где лед трещал при близкой каноназе. Жестокий бой вели фронтовики. Все это было, было в Ленинграде. Каждому присутствующему ветерану вручили письмо от губернатора Подмосковья и подарки от главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Губернатора нашей Московской области Андрея Юрьевича Воробьева передать в музей. У них тут тоже есть свой уголок. Это поздравление к сегодняшнему празднику. С таким замечательным текстом мы все передадим, каждый прочтет. Вот такая открыточка. Выставку можно посетить до 25 февраля ежедневно, кроме понедельника, с 10 утра до 5 часов вечера.